С приходом зимы четырехлапые друзья нуждаются в нашей поддержке и помощи. Сегодня мы посетили приют на шестом километре Аведиопольской дороги. Это единственный проект Немецкого союза защиты животных на территории всей Восточной Европы. Сегодня здесь организовано сбор теплых вещей, чтобы собакам и кошкам было легче пережить непредсказуемую одесскую зиму. Приют возник 15 лет назад. Благодаря немецкой организации, общества защиты животных, они увидели проблему в нашем городе, количество наших бездомных животных, которые страдают, никто этим не занимается и решили нам помочь. К нам поступают животные как по скорой помощи, так и население неравнодушное, которое видит страдающих животных, кого сбила машина, кто с отравлением, еще какие-то патологии. Они могут привезти к нам этих животных, либо если нет, то вызывают нашу скорую помощь. На территории приюта создан современный центр интенсивной терапии, центр реабилитации и комфортные условия для адаптации животных. Помимо здоровых питомцев, которые ждут своих хозяев, есть и те, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. Ведущий врач приюта рассказал нам о том, как оказывается необходимая медицинская помощь. У нас есть вот такое отделение интенсивной терапии, где у нас 10 клеток. И у нас дальше есть еще такие помещения, где мы можем содержать и лечить животных. В общей сложности у нас примерно 60 кошек. Какие нам потребности нужны? Ну вот у каждой кошечки есть подстилки. Это мы говорим сейчас о кошках. И в принципе о собаках тоже самый вопрос у нас на зиму открыт, потому что сейчас надвигается холода, и каждому животному надо как-то согреться. Каждый питомец имеет свою животрепещущую историю, которая не оставит безразличным никого. Эту собаку нашли вдоль дороги. Как оказалось, она искала еду для своих щенят, но по пути ее сбила машина. К счастью, небезразличные люди привезли ее в приют. Сегодня она уже идет на поправку и готовится к выписке. Как мы узнали, у нее полные молочные пакеты, были полные молока. То есть щенкам предположительно было около месяца. Она к нам попала с переломом тяжелым, в тяжелом состоянии. И мы не только волновались за ее состояние, как она выживет, но и понимали, что где-то вдоль дороги там где-то щенки. Наши хирурги сделали сложную операцию. Там был перелом бедренной кости. И вот она уже и бегает, она уже веселая, спокойная, что там дети у нее все в порядке с ними. И она уже скоро у нас пойдет на выписку. Не лучшая история еще у одной обитательницы приюта. Правда, она, в отличие от предыдущей, находится в палате интенсивной терапии и проходит курс лечения. Ей около года, поэтому у нее еще есть шанс попасть в хорошую семью, где о ней будут заботиться и любить. Она уже больше двух месяцев у нас. Значит, она приехала к нам с тяжелой травмой таза и переломом шейки бедра. То есть она вот к нам, она уже и на улице на выгулах была, когда я чуть унес, то есть сложный очень план операции. Чаще люди забирают маленьких собак или больших? Конечно, маленьких, да. Вот в квартиру в основном. Для частных домов они берут крупных собак, это реже бывает. В основном такие маленькие, они пользуются популярностью. То есть у нее еще есть шанс обрести с вами? Да, у нее есть еще шанс. Выбрать питомца в приюте можно в пятницу с часу до двух и в воскресенье с десяти до одиннадцати. Врачи говорят, что работает услуга возврата, если животное дома не сможет адаптироваться. Также призывают не быть равнодушными. Если вы увидели на улице собаку или кошку, которая нуждается в помощи, в приюте им окажут необходимую медицинскую помощь. Есть животных, за которым наблюдают граждане, за бездомных, они их подкармливают. Вот животные такие, которые получают травмы, они просят их вернуть обратно. И там уже досматривают. Есть такие случаи. Есть случаи, когда животное просто где-то найдено на трассе и, в принципе, вернуть его туда нельзя, он там не выживет. Человек, который выбирает себе животное, мы до конца не знаем, что это животное, он до конца не может понять, что он хочет. И поэтому, если они, так скажем, не сошлись характером, либо, ну, если у человека есть еще другие домашние животные, они их не приняли, то человек может вернуть обязательно. Приют – это не просто место содержания попавших в беду животных. Это станция надежды для тысяч бездомных собак и кошек, которые в будущем станут для вас хорошим другом и подарят свою любовь взамен на вашу заботу и ласку. Василий Базаблук, Анастасия Петрович, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер». Телеканал «Репортер»